здравия друзья здравия смотрите выпустил я три ролика про ввп этим роликом я хотела поставить жирную точку жирную точку поставить не удалось поэтому я почитал комментарии записываю еще этот ролик я думаю в этом ролике наконец-то я поставлю жирную точку с ввп этот ролик будет называться кто же играет путина вот и надеюсь и подписчики мне помогут в дальнейшем найти этого человека потому что есть кое-какие маленькие зацепки которые вам сегодня покажу ну а пока а пока я вернусь к этому ролику и покажу вам да этот ролик попытаюсь делать очень быстренький коротенький ну насколько это возможно в этом ролике я покажу как бы ввп выходит из кабины машиниста когда он ездил крым открывал железнодорожный мост покажу вам сам вагончик и чуть-чуть внусь камазом которые тоже проезжали по крымскому мосту ну все начинаем обращаю ваше внимание на цвет костюма президента черного цвета но когда он перейдет в вагон вот костюмчик будет синий сейчас мы наблюдаем костюм черного цвета ну что давайте посмотрим как он переходит в вагон президента видимо зовут вагон так вот количество дверей я уже показывал прошлом ролике но вот смотрите костюмчик синенький президент садится а теперь внимание вот смотрите это уже тамбур там качаются вагоны там крепление смотрите хорошо видно корреспонденты операторы в тамбуре правильно отсюда путин выходил ну а теперь я вам покажу этот вагон состоит из трех окон смотрим для вас я про нумеровал 1 2 3 отсюда президент выходил так смотрим молодой человек сидит вот он правильно 2 3 одно окно второе третье вот третье заключительное окно здесь в тамбуре были корреспонденты вот так а теперь пожалуйста в комментариях жду комментарии любителей прокомментировать мое видео пожалуйста проходит сколько дверей вот так да жду жду вот он хорошие по качеству фотография какой цвет черный правильно черный 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 цвет какой цвет синий вот так и синий галстук а тут и галстук черный так с этим моментом разобрались пишите пишите комментарии еще один сюжетик как путин проезжал открывал движение на камазах по крымскому мосту смотрите внимательно вот в это место ничего не видим правильно ничего звук я отключил чтобы вас не отвлекать появились трубы обмотанные скотчем интересно интересно это прямой эфир россия 24 ну а теперь вместо труб появился столб для вас специально увеличил скорость уменьшил и что мы видим видите появился столб вместо труб ну как как скажите товарищи товарищи комментаторы прямой эфир россия 24 всех россиян вот так по ушам и верите в путина ну да верьте верьте с удовольствием буду читать комментарии ну а теперь переходим к новой старой теме поехали путин встречался с рабочей группой по конституции прямой эфир был 13 февраля 2020 года я посмотрел прямой эфир даже скриншоты сделал но самое удивительное что я скачал это видео оно есть в хорошем качестве и сейчас я вам покажу что я увидел видео идет час пятьдесят семь весит один и семь гигабайта то есть ну смотрите качество вполне отличное качество вполне отличное скриншотик я вам все буду показывать и рассказывать так как был прямой эфир я сравнил время которое на часах у путина время соответствовало то есть это был действительно прямой эфир но вы же посмотрите на вот это чудо какой человек может так сделать объясняю популярно вот это сидит настоящий человек а на его изображение программой вот накладывается вот это изображение вот эту залысину мы видим настоящего человека который играет роль путина конечно голос тоже все это подделывается программой например есть такие программы как дипфейк но скорее всего это программа не такая эта программа другая внимательно изучаем кто может сделать такое гармонь на лбу а здесь не будет морщин уверяю вас никто не сделает такого никто так программа не умеет хорошо создавать морщины поэтому вот такие ляпы получаются приложите руку к лицу у вас получится нет так у вас не получится смотрите вот здесь находится родинка родинка это есть отличие этого человека можно найти по этой родинке кто этот человек я не знаю надеюсь толковые мои подписчики помогут мне узнать кто этот человек скорее всего мы его видим на телеэкранах вот видим видим да на такую гармонь вам не удастся создать наложение наложение да родинка интересно что это за человек да я надеюсь программисты в следующий раз исправятся и мы увидим уже заполнение лица будет намного лучше ну а пока пока мы это видим кстати руки не соответствуют лицу путин как раз сидит посередине российских флагов да интересно интересно сейчас комментаторы начнут писать да это ракурс да это ракурс ну да середина флагов да ракурс Шах Назаров да ракурс Шохин вот его табличка посередине посередине да и вот эти все все пушков это все видят они знают все кто сидел тут этот цирк видят и они этот цирк играют вот у них надо и спросить и спросить и спросить кто играет роль Путина у Кириенко можно спросить что это за цирк россиянам крутят а у шохина спросить у шохина ракурс говорить смотрите тут расстояние судя по фоторепортерам от допустим от Путина до флагов но метра два от силы и вы говорите это все ракурс это компьютерщики туп пять вот середина флагов вот тут должен сидеть Путин это ракурс так так ну надеюсь с принятием конституции мы разобрались возможно подписчики мне подскажут кто играет роль Путина ну а теперь переходим дальше дальше да еще секундочку хочу ваше внимание посмотреть вот это за за Путином колонна стоит колонна замечайте цвет колонны замечайте цвет колонны так я перематываю скриншотики замечайте цвет ну и вот колонна та белая хорошо вам видно за Путин белая колонна а тут а тут мы какую видим кремовую вот так вот еще такой моментик скинули мне комментаторы вот вот доказательства что Путин существует вот видео из народа в инстаграме выложили да посмотрел я посмотрел инстаграм да обращаем внимание на заборчик так скачала фотографию вот такой вот заборчик ну что переходим переходим к видео вот это видео качество как всегда никакое мой телефон поверьте лучше снимает присутствует как всегда смена кадров вы видели ну я вам сейчас покажу что я заметил фотографирует бабушка то ли Голикову то ли я не пойму кого то ли это ее отображение в телефоне да то ли конференцию ведет да по скайпу отражение в телефоне цветное как мы видим ладно может это ее лицо или это Голикову видит давайте посмотрим но оказывается у этой бабушки очков то нету очков то нету очков то нету кого она снимала Голикову в очках или ее отражение ну да ладно это нам все дают подсказки программисты чтобы россияне хоть чуть-чуть стали сообразительными хоть чуть-чуть ну а на этом скриншоте что мы видим какой-то дом это не этот дом а это зеркальное отображение мы видим с другой стороны такой дом уверяю вас такого дома и сзади нету вот так товарищи программисты вам двойка вам двойка двойка ввп вышел прошелся сюда вот и здесь началась его встреча с жителями Усмани где программисты нам показали здание которого не существует но мы не видим его ни тут ни тут не видим да хорошо без мозгов в голове ну да хотя мозги не помогают да все эти люди ждали Путина или цеховики ну ладно есть другое видео давайте посмотрим его давайте и все средства массовой информации тоже вешают россиянам лапшу кстати и с этой стороны вы поняли Путин тут стоял вот если это зеркальное отражение этого дома которого нам показали программисты его и тут нету то есть со всех сторон я вам показал да Усмань замерла в ожидании Путина да цеховики собрались цеховики и россиянам показывают так ну переходим к видео канал политика да еще раз повторяю скачиваю я всегда видео потому чтобы не было искажений ютуба скачиваю всегда в самом лучшем качестве в самом лучшем так кстати и тут того здания не видно ну ладно вот Путин подошел к заборщику вот этот заборщик хорошо видно хорошо видно ну вот так я остановлю кадр смотрите Путин облокотился на заборщик ну и с кем он говорит какого роста эти люди вот вы мне скажите какого роста эти люди ну вот фотография газеты Липецк в ожидании Путина да ну ладно тут небольшой бордюрщик небольшой бордюрщик с этой стороны бордюрщика нет Путин такой высокий подошел облокотился и смотрит вниз да ну я слышал что бесплатно бесплатно да да а то я плачу все хорошо и еще один вопрос из Перу какое серьезное лицо да полоха сидят охранники мы должны на охрану деньги собирают с детей детей собирают они нигде не работают сдают на охрану кстати смотрите и тут это гармошка присутствует значит играл это цеховик цеховик который везде играет роль путина а потом качество нам ухудшают чтоб мы не могли разобрать канал живая провинция вообще предоставила такое ужасное видео качество никакое да выходил он первый раз сюда потом видно подошел сюда поговорить ну а тут уже люди стоят за заборщиком уже путина снимают сверху тут уже они выше оказались ну да и главное все его хотят сфотографировать все видео все цеховые все цеховые видео это ж согнали людей ну высоту заборщика вы посмотрели это радует это радует нас пожалуйста пожалуйста вот полицейские возле заборщика вот он показуху это устроил для кого он это показуху устроил лучше бы он с людьми пообщался приехал вот даже это Путин или какие-то его заместители с людьми пообщались они вот так вот приехали сейчас его заводят в эту культуру обговорят развернется и уедет смысл что он приезжал какой смысл да да развернется и уедет да его и не видели там не видели смотрим смотрим вот он выходит ввп вот этот заборщик я думаю уже эту тему раскрыл давайте двигаться дальше да вот еще телеканал звезда да какой высокий Путин какие маленькие люди какие лица как у мертвецов что это не за рубежом уже на улице президента окружает местные жители ох эти местные жители скидывайте мне видео оригинальное с телефона уважаешь тут тысячи снимали смотрите какое хорошее видео добрый человек записал сохранил так смотрим канал звезда иверский образ божией матери 18 века она займется видите какой рукой крестится левой рукой новости дня все написано правильно тольятти место в домовом храме гимна левой рукой да ну ладно вот это стоит священник ладно смотрите смотрите длина его рук ну вы поняли да руки ниже колена бурсы 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 левой левой рукой так я зеркалил видео теперь получается правильно крестится но тогда все надписи неправильно ну вот так вот так создаются видео про путина владимир путин покупался в проруби на крещение вы заметили как он перекрестился заметили но кто не заметил повторю а как как должен креститься верующий самое главное от путина парни идет увидите жириновский искупался на крещение с него порох как валил а с путина нет православный дождь должен креститься справа налево а тут слева направо а вы знаете что и лукашенко тоже не существует нет не знаете кстати лукашенко сам признался что не выходит в народ а почему вы знаете нет я в магазины сейчас не хожу по улицам тоже не хожу после одного случая ну вот я еду на машине ностальгия жуткая вот ну страстное стремление пройти по улице никого не трогай ну вот просто пройти с людьми ну во первых это невозможно я однажды года три тому назад может пять лет тому назад вышел в своей резиденции неожиданно даже для службы безопасности с октябрьской площади в сторону цирка пошел пешком ну вокруг смена то работает служба безопасность головой отвечают за президента они начали там шевелиться я обернулся их что-то упрыкну одернуло голос у меня такой узнаваемый сразу люди на остановке повернули сразу ну там девчонка спарнился а президент президент я не успел дойти до цирка ну выстроилась целая демонстрация люди оборачиваю что за демонстрация увидят во главе президент вроде по телевизору наверно никто не объявлял этой демонстрации я прошел 100 метров вокруг там наверно тысячи две сразу человек возникло скид центральная улица мне порвали костюм я уже их просил слушай мне стыдно будет сфотографировать эта оппозиция в газете хоть тусы не рвите там после этого я больше пешком по улице не хожу был такой меня в жизни слушай вот так поэтому все лукашенко пешком не ходит так как его не существует опять же канал беларусь первый канал и лукашенко встретился с народом вот интересно вот этот репортер живот у тетки снимает опять же заборчик ну да лукашенко высокий ну соответственно смотрят они куда-то я не пойму куда помидоры и огурцы зимние конечно там расход больше электричества и прочее так далее конечно они всегда дороже сезонное повышение но меня удивило то что до гречнева или какая-то в россии границы открыты в украине да и где закрыты границы опять же снимает очень близко но видео вы оригинального не найдете но так как его не существует если у них у соседей цена ниже или выше я не понимаю куда она смотрит не понимаю сколько сколько людей производят запись мы во первых вы ничего выбрасывать не будем против вашей воли во первых во вторых мы эту проблему обсуждали есть вроде современные камеры при налиться какие-то все кривые как как это все возможно у меня телефон не делает таких кривых лиц а у вас делает телефон пишите в комментарии и насчет лукашенко тоже да если кто не помнил не понял к чему я все клоню смотрите никаких президентов не существует знаете почему я буду вам в следующем ролике более подробно все рассказывать дело было так нас заселили в 2013 году и никаких президентов и раньше не было вот матрица нам крутит фильмы матрица но это видео делает не матрица это делают видео косорукие косорукие программисты кстати включите фильм поколение пи 2011 год кажется вот поколение пи показано что правительство все цифровое нету нету их настоящих нету этот фильм тоже сделал матрица поэтому цензура и пропустила матрица наша цензура сыграл хоккельный матч путин с лукашенко номеру путина интересный 11 это любимый номер матрицы до у лукашенко 0 1 вам не кажется что по теням есть кое-какие не увязочки тенями клюшечки нет не кажется вот а мне кажется что не увязочки есть так как их не существует о том что нас заселили совсем недавно вот пожалуйста такой факт новый год выступает борис ельцин я прекрасно я слышал фразу я устал я ухожу этой фразы вы не найдете нигде в интернете нигде вот первый канал колерии киселева начинают рассказывать что ельцин перезаписал эту запись объяснить зачем первый канал начал снимать опровержение что этого не было вот она рассказывает что ельцин сделал один дубль сказал елку не убирайте я перезапишу пришел на следующий день и перезаписал этой фразы не было зачем зачем первый канал это все делает лет назад президент россии борис ельцин сказал за несколько часов до нового года я устал я ухожу вот так многие многие помнят многие и мы прекрасно помним что делают президенты когда они устают выходит я устал я ухожу ну вот этой фразы нету почему ответ очень прост смотрите так как нас оживили совсем недавно в память нам прописали я устал я ухожу нам все прописали в память поэтому поэтому мы и помним это а на самом деле этой фразы не было не было но такие вот эффекты манделы как называют сейчас их не только такие ляпы можно встретить если покопаться покопаться я в группе манделы задал вопрос если эффект манделы после 2013 года буду показывать следующих роликах все группе по эффекту манделы не могут найти вот так потому что потому что нас заселили совсем недавно приблизительно с 2013 года с 2012 2013 года кто не видел вот такую новость послушайте и подумайте головой из перинатального центра воронежа сегодня выписали маму и новорожденного которые уже вошли в историю мировой медицины а беременности женщина не догадывалась потому что девочка развивалась не там где должна а в брюшной полости матери при этом ребенок абсолютно здоров что конечно чудо потому что за последние 150 лет подобных случаях ну за 150 лет помолчал бы улица метель сегодня ждет первое путешествие в жизни домой 250 километров в сторону юга воронежской области там приезду малышки уже все готово когда придут гости родственники будут накрывать стол и все это дело отмечать дома до шариками украсили ну как вы поняли ребенок развивался не там где надо не в матке вот так 1915 году в чечне случай такой зарегистрирован новость о том что беременна да еще и на восьмом месяце стала для евгении батуриной шоком никаких признаков особого положения не было и ищем сравнивать два раза успела побывать в декрете врачи называют это чудом но я-то знаю что чудес не бывает вот и вы подумайте подумайте как как такое может быть да чудеса они не установили евгению в срочном порядке направили воронеж под наблюдение специалистов перинатального центра в тот же день она оказалась на операционном столе и тут сюрприз дал уже акушеров врачи из многолетней практики увидели то о чем лишь читали старых учебниках когда мы вскрыли брюшную полость первое о чем мы подумали о том что произошел разрыв матки и ребенок ну ладно рассказывайте дальше зрителям россии канала а мы а мы наверное будем уже подводить итоги нашего ролика да еще просили мне показать возвращение корабля союза мс-13 на землю посадка полное видео я скачал с официального канала не переживайте ролик небольшой 15 минут да ну тут у них какие-то помехи темные экраны вот что-то типа вертолет летает да опять помехи да что-то все помутнело я не знаю что это летает вот можно догадаться вертолет ну и вот все все и трансляция прекратилась но так нам нам все везде врут врут ничему верить нельзя да я рассказывал рассказывал о цеховиках рекламировал морозенка я извиняюсь но морозенка оказался тоже цеховик буду делать ролик о цеховиках и его включу в этот список и покажу покажу то что я нашел у них наверно на этом прекрасном кадр разрешите сказать вам здравие 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 думайте думайте пожалуйста головой хотя есть факты что люди живут и без мозгов и думают так же само то есть мозги нам не надо делать и и и и и и и